Всем привет, еще раз рад всех здесь видеть. Меня зовут Илья, я работаю в All-Line Technology и поговорим мы сегодня про практические аспекты и применения RAST и взаимодействия с миром GeoSript. Вообще, основная разработка инструментов в RAST ведется в этом репозитории, но в конце будет ссылка на все ссылки и, ну, в общем, можно пока не пропустить. С чего хотелось бы начать? У нас есть GeoSript Member и это интересный тип, потому что он где-то 52, если брать int, они где-то 52 бита вмещают в себя, дальше у нас идет потеря точности. Рассмотрим такой пример. Как думаете, что выглядит у нас в консоли в конце? True или false? Кто за то, что true? Окей, а кто за то, что false? Отлично! А теперь, да. Внимание, барабанная дробь. Та-дам! True! Ну, кто не угадал, не расстраиваетесь. В общем, у нас идет потеря точности дальше. Что это вообще нам зачем? А это JavaScript. Да, это JavaScript. Это тоже JavaScript. Это тоже JavaScript. Это долго 8 JavaScript. А-а-а, окей. MaxSafeVintage это такая константа, которая определяет, докуда мы можем безопасно увеличивать свое число, пока мы не потеряем точность вообще. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Вот. Да. То есть у нас будет true и, ну, проблемка. Вот. Что это нам дает? У нас есть в WebAssembly 4 типа данных. Из них 3 можно передавать без потери точности, а один мы не можем передать без потери точности. Если будет... Ну, да. Есть проблемка. Что у нас здесь в мире Rust есть? Если брать Wasmobile Engine, он в Begin переводит E64. Вот. Но в Begin, поддержка у него еще мало есть, кроме, по-моему, последнего работает. Нужен будет Polyfill. Вот. Так что... Да. Вазмбайджинг это такая интересная штука. Это как и библиотеку можно использовать, и также там есть утилиты для командной строки. В двух словах, как это работает. Там есть специальные макросы, которые мы пишем в коде. Они в бинарнике оставляют в WebAssembly комментарии. Дальше, утилита для командной строки, эти комментарии постпроцессит. И на основе них генерируют JavaScript обвязки для работы со сложными типами данных. Мы всегда будем на числах сидеть. Вот. Кроме чисел, мы можем, используя Wasby Engine, передавать спокойно любой типизированный массив. Вот. Как это выглядит вообще? Мы в Rust используем тип вектор, это аналог массива. Вот. В JavaScript у нас будет типизированный массив. Берем, передаем туда-сюда. Что делать со строками? У нас в JavaScript строки UTF-16, в Rust и UTF-8. Тоже немного разные. Да. Вот. И если почитать документацию Wasby Engine, есть такой момент, что да, JavaScript это UTF-16. И unpaid.40x. Как-то так снимается, может быть, уже что это. Некоторые Unicode-символы состоят из двух 16-битных битовых знаков. Вот. И они вместе имеют смысл. У нас получается UTF-символ. А если у нас есть только один из них, он не будет нормально обработан. Ну, при передаче строк из JavaScript в Rust и обратно используется TextEncoder, TextDecoder. И когда мы его применяем, у нас, когда попадаются такие суррогаты, они заменяются на символ. Это replacement-символ называется. Вот. Это значит, что у нас исходная строка на JavaScript не соответствует строке, которая будет в Rust. Так как TextEncoder его, ну, TextDecoder его, ее заменит. Ну, все символы заменят на replacement-символ. Вот. Это не круто. Вот. Если посмотреть JavaScript, у нас есть один тип, String. Причем прикольно, что строки немутабельные в JavaScript. Вот. В Rust у нас есть String, это как бы такая строка, которая в куче выделяется. Вот. А Astra, это на нее, ну, как бы, слайз такой, ссылка. Вот. И есть интересный тип, который из вазмбайджен. Это JSString. На самом деле, это указатель на кучу JavaScript. То есть, сама строка хранится в JavaScript. Rust передается на нее указатель. Вот. Этот указатель – простое число. Вот. Это нужно для того, чтобы у нас не было этой проблемы. ETF8, ETF16. И также в JSString есть несколько методов для обработки, ну, для работы с ETF16. То есть, у нас есть итератор, который позволяет пройтись по всей строке. Но он не делает никакого энкодинга. Мы просто поочерпуем. Проходим. То есть, у нас каждое число – это 16-битное значение. Вот. Либо у нас есть такой метод проверить. То есть он валидный и ETF16 или нет. Если валидный, можно спокойно передавать. Не париться. Потом, что если мы хотим выйти дальше? Ну, строки массива, понятно. А если хотим передать из JavaScript в Rust объект? Вот. Так. Этот объект – это у нас… Ну, есть свойства, строка. Есть метод. Метод логирует свойства. В Rust мы совершаем такую магию. У нас hostbingen – это макрос. Он как раз на этой компиляции добавит в бинарно все необходимые комментарии, из которых мы будем потом JavaScript генерировать. В нем есть аннотации. Structural – значит… А, ну, для начала у нас pub type, duck – это значит, какой-то тип у нас будет. C – это значит, что у нас бинарный интерфейс C. Это вообще для memory layout, то есть как у нас данные в памяти будут представлены, есть стандартный стабильный интерфейс бинарный и его здесь тоже используется. Вот. Метод – это значит, что у нас будет метод типа… Ну, у утки будет метод такой. Structural – это значит, что любой объект с таким методом, который передан в JavaScript нам подходит здесь. Вот. Дальше внизу JSName можно посмотреть. Эта аннотация нужна, потому что в Rust по договоренности используется snake-кейс, то есть у нас с нижним подчеркиваем имена. А в JavaScript и camel-кейс, ну, как бы тоже не прикольно, в JavaScript хотелось бы использовать свои привычные именования. Как раз такая аннотация JSName позволяет решить этот вопрос. А давайте сейчас… Вопрос у нас будет в конце. Ну, сначала расскажу материал. Сложность в обычной передаче из разных JSName. Это из… Короче, мы определяем тип, который мы хотим принимать. Вот. Этот тип мы будем передавать из JavaScript. Мы говорим, что у нас есть такой тип и с таким методом. Мы по факту описываем JavaScript объект. Вот. Любой JavaScript объект с таким методом нам подходит. Но у нас пока еще его нету. И на этапе инициализации вообще все функции будут определены, которые… А! На инициализации WebAssembly модуля, где там совершается стриминг, будут определены все функции callback, которые мы пробрасываем из мира JavaScript в мир Rust. Вот. Которые нам будут доступны. Так как у нас же песочница, безопасность и все такое. Вот. И в конце у нас функция callquack. Это значит, что она принимает JavaScript объект по ссылке, да. И вызывает на нем метод. То есть любой объект с таким методом нам подойдет. Если такого метода нет, то будет runtime ошибка. Вот. Да. То есть мы тоже описываем this, что это метод на объекте. На определенном. Да. Собственно. И как мы это вызываем? Вот. У нас есть объект. Мы передаем его в функцию WebAssembly, которая у нас в CurlCase. Правильно. И получаем в конце блоги нужное нам сообщение. Так. Ну то есть мы берем свой JavaScript объект, передаем Rust и у нас все хорошо. Вот. А что если мы хотим вернуть из Rust'а JavaScript объект? Сейчас байдингов таких нет. То есть можно вернуть число, строку, массив. Окей. А если мы хотим вернуть два массива, кортежем вот как-то. Или объект, у которого будет не столько сколько. Сейчас так автоматически байдинги не сгенерируются. Но недавно добавили такую очень клевую штуку. Называется JS Snippets. То есть мы можем брать, писать inline-овый JavaScript прямо в Rust'е. И он на этапе сборки у нас там правильно куда нужно положится, заимпортируется. Все будет хорошо. То есть мы взяли, его написали. А дальше extern c-блок. Это значит, что у нас сейчас как бы этой функции в millerasta нет. Но на этапе инициализации модуля она у нас появится. Вот. То есть мы обещаем, что у нас будет такая функция. Вот. Она принимает два массива и возвращает JSValue. JSValue такой тип тоже, как бы тип указателя. То есть во время исполнения это будет обычное число. А так как у нас VASM 32, то есть 32-битные в WebAssembly, то у нас память ограничена 32-битными, и это будет 32-битное число. Вот. Но сам объект будет храниться в JavaScript. И мы на него отсюда ссылаемся. Вот. А потом мы задаем два массива, которые хотим вернуть A и V. Передаем их в функцию to object. Функция to object возвращает наш JavaScript объект. Таким образом мы из обычной функции, из RASM возвращаем JavaScript объект. Вот. То, что надо. Еще интересный момент, что в RASM в конце return, в этой конструкции они опциональны. Мы можем написать вместо этого вот так. Это штука, сниппеты, они пока что не работают, когда мы скомпилируем код под Node.js. По той причине, что там Node.js у нас рекорд. в браузере импорт-экспорт и просто еще байдинг не написали. Вот. Для байдеров собирается нормально, а для S6 модулей тоже нормально собирается. Вот. Если мы без байдеров хотим собирать. Вазмпак – такая хитрая настройка. То есть она берет, принимает какие-то аргументы и вызывает вазмбанжинг у себя под капотом, чтобы просто меньше писать в командной строке всего. Вот. То есть какие-то параметры по умолчанию. Вот. И у нас, допустим, по умолчанию мы собираем для байдеров. Вот. Точно работает выклад. На счет остальных нужно смотреть, как ребята рассказывают. В принципе, тоже должно работать. Вот. Так же можно собрать для S6 модуля, когда мы указываем type равно моду. И, в принципе, все. Подключили, так запустили, работает. И можно собрать для ноды, зарекварить этот модуль. И причем прикольно в случае с нодой, что он реквариется синхронно. Так как require синхронная инициализация, в отличие от импорта. Вот. И не нужно с осинками заморочить голову. Прикварим используем. Ну, как обычный JavaScript. Вот. И это все по слайдам. Здесь ссылка на все ссылки. Но я еще хочу пару примеров показать. Вот. Во-первых, есть такой баг на GitHub. А, да. То есть, недавно народ начал интересоваться, что происходит. А сейчас в Chrome, где-то там 72-74 версия, когда мы перезагружаем страничку с WebAssembly, у нас не чистится память. Проблема. Вот. Сейчас подальше не доесть. То есть, я проверил нашу приложеньку. Где-то 15-20 перезагрузок, и она ломается. Да. В других браузерах вроде все нормально. Вот. В целом, нас не заэффективно, потому что у нас тракетч на имперте стоит. И есть JSFallback. То есть, если хотите использовать сейчас в Chrome, позаботьтесь о фоллбеке. Лучше скомпилируйте еще и JavaScript себе, на всякий случай. Потому что вдруг у вас пользователь захочет как-то 5 много раз-то нажимать, и у него все снимается. Вот. У нас пользователи по-другому это используют. Они там обычно зашли на страничку что-нибудь поделали и закрыли страничку. Поэтому у нас не сильно эффектит. Плюс, фоллбек JS у нас есть. Но вот, как бы, имейте в виду. Здесь в конце есть полноценка. Пара шинок. На бактрекер Chrome можно будет проследить, если кому интересно, как они их фиксят. То есть, пока еще проблема есть, пока не починил. Вот. Потом по поводу материала. Есть такой сайт интересный. Авиабиет. Это, в принципе, про веб-разработку на Rusty. Бэкэнд, какие-то библиотечки полезные. Там есть раздел про WebAssembly. С коротким описанием. И набором библиотек, которыми можно пользоваться. Кроме Возманженной, есть еще у нас STD Web, допустим. Есть много разных библиотек. В принципе, видом. Если мы хотим какой-то фреймворк написать или посмотреть, что уже написали. то можно использовать. Ну, можно посмотреть здесь что-то. История с дебагом, в принципе, она пока еще грустная. Но разные люди в разных местах делают какие-то инструменты для этого. Кто-то в браузере. То есть разработчики браузеров что-то делают. Кто-то на уровне библиотек делают. То есть в экосистеме Rusty недавно опубликовали, вот буквально в мае, такую библиотечку называется Tracing Locator. Он, по крайней мере, позволит посмотреть, где память выделяется и чистится, чтобы поискать фички памяти. Ну, немного, но уже что-то. Есть другие, в принципе, библиотеки. Вот. Какие-то приведены… Ну, здесь, короче, такой небольшой набор библиотек есть. Вот. Ну, и… А! И последнее, что я еще хотел показать, как это выглядит, когда мы собираем пакет. То есть я хочу убедиться сначала, что у меня рабочая папка не читает. Ага. Окей. Ага. Окей. Запускаем сборку. Можно посмотреть, что у нас пакетный менеджер. Он скачивает пакеты, компилирует. Ну и, короче, все примерно вот так вот выглядит. Ну, давайте, наверно, пока он компилируется, посмотрим. На вопросы можно отвечать, да? У меня быстрый вопрос есть. На слайде нужно вернуться на слайде. Давайте вернемся. Есть где-то код. А, какой смысл? Там, где код был с… Код, правда? Да, да, да. Вот такой код, да? Нет. Предыдущий код. Ага. Ага. Предыдущий код. Я слишком много вопросов. Хорошо. Так, я хотел узнать просто по поводу DAC. Это в итоге будет структура с имплементацией? Или это трейд? Что за тип? Какая будет, собственно? Что сгенерит вазминт-ген? Он сгенерит трейд? Дак? Дак? Или он генерит структуру? Дак? Ага. Я думаю, что type это больше у нас в структуре, потому что трейд это интерфейс. А структура может реализовать интерфейс. Вот. Но type на самом деле не является ни структурой, ни интерфейсом. Это type-aliense. То есть… Как-то… Я не знаю. Нет. А давайте первым сначала закончим. Он на самом деле может не генерить ни то, ни другое, потому что это пустой тип. На самом деле у него нет никаких данных с собой. Нет. И внутри он использует функцию, которая названа так, как мы назвали тип. Нет. Он должен генерить конкретную вещь. Он сгенерит структуру или он сгенерит трейд. Это два варианта. Можно скомпилировать, как посмотреть. Да. Да. Но второй вопрос, собственно… Вопрос второй. В примере это не отвлежено, поэтому мне было интересно. Второй вопрос, типа, а вот property? Если у меня в объекте property, то я могу как поступать? Конечно, getter указываешь. То есть вот structural, getter. А вместо метода можно написать getter. И это будет обращение к property. Но проблемка в том, что если у нас одно свойство… Ну, допустим, x, y – два числа. Мы берем x, и это один вызов в JavaScript. Берем y – это второй вызов в JavaScript. Если хочется эффективнее, лучше их в массив забернуть и передать. Это не очень здорово. У меня вопрос такой, может, чуть-чуть абстрактный. Почему Rast? То есть это сам язык просто больше нравится? Да. Или он именно для этих целей за чем-то больше подошел? То есть он просознан? Как это было? Или… Если я в двух словах расскажу, что прикольного… Само языка нормально будет? Сойдет ответ. Окей. У языка есть пакетный менеджер. О, у меня как раз все не скомпилировалось, потому что я поменял типы. Я хотел вернуть и 128. Да, есть поддержка Intogus до 128 гид. Короче, есть пакетный менеджер, а потом… Что еще у нас интересного есть языка? Нет сборщика мусора. Вот. Сейчас добавляют язык SyncAwait. Сама идея языка – это Zero Cost Abstractions. То есть пишешь код как удобно, а работает он сам быстро. То есть не нужно самому заморачиваться насчет деталей скорости. Вот. Но конкретно что мне нужно было именно пакетный менеджер. Потом инструменты сборки. Вот. Еще хотелось бы, чтобы код, который генерируется, был хоть как-то читальным. Вот. И если я открою… Инкрементальная сборка, кстати, есть. То есть первый раз он запускался. Если посмотреть… Первый раз компиляция заняла где-то полторы секунды… Ой, это… Полторы минуты… То… После инкрементальной сборки где-то за секунду скомбилировалось. Если открыть сгенерированный код… Вот. То его можно читать. И это очень круто. А4. А4. ЖС. Вот. Это на самом деле именно не фишка самого языка, а фишка инструментов. Вот. Если мы посмотрим update array, это функция, которая у нас генерировалась благодаря аннотациям. Можем посмотреть, что у нас передается массив в WebAssembly 1. Да. Потом вызывается на WebAssembly где-то на 47-й строке вот метод нашего WebAssembly. Потом обрабатывается память, то есть мы выделяем память, чистим память и возвращается наш результат. То есть инструменты реально клевые. Вот. Мне нравится язык, мне нравятся инструменты. Я хочу использовать собранный модуль, как я привык использовать JavaScript. Он дает такую возможность. Круто все. Я могу читать код, который он сгенерировал. Тоже круто, хорошо своими глазами прочитать и видеться, что здесь нет багов, нету чистящих памяти. Вот. Все, у нас время был. У нас есть ссылка на ссылку на ссылку. А можно такой вопрос? Утечки памяти в Rust? Серьезно? У нас... Это в JS. У нас есть система владений. Объект там может владеть как JavaScript, так Rust. И иногда нужно понять, кто будет чистить память. Мы можем вызвать memory и phaget. Это значит, что мы говорим, типа, чувак, не очищай эту память. Я потом сам как будто разберусь. Ну, в общем, сейчас еще есть пропознан такой в JavaScript. И его как-то создали и долго не двигали. А сейчас как раз вот разные команды. Они такие, типа, блин, у нас утечки. Ну и у всех, соответственно, будут утечки. Типа, нам нужно Recreft, если с JavaScript работать. Так погодите, все-таки ссылки на анонсированную память передаем. Давайте последний доклад сейчас просто по времени. И, ну, докладчики здесь. Ты пойдешь потом тоже в бар? Да, пойду. Вот, можно будет еще вопросы, думаю, задавать. Давайте пойдем дальше. А какой вопрос тебе хочется понравиться? Ну, потом почему раз?